Доброе утро! День, вечер, ночь. Теперь мы презентуем другого персонажа. Паладин Клэр. Кстати, по поводу вещей. Здесь за выполнение заданий, за прохождение миссии, убийства, боссов. В разных режимах за прохождение этапов вам дают очки рейтинга. Вы можете покупать соответствующие предметы. И вот этот предмет, он особенный. Он дает вам возможность сразиться в четвертой главе с тремя боссами. Ну, это супер босс файт, это мы отдельно запишем. Теперь что полагается по поводу паладина Клэр. Ну, пройдем мы за него сейчас какого-нибудь боссика. Можно менять шмот. Предмет обязательно за рейтинг покупайте. Ну, как раз у нас тут какая-то колода. Это обозначение за повышение уровня. То есть непостижимая вселенная это повышение уровня сложности и наград в режиме приключений. У этого персонажа тоже две механики основных. Это вера в вампиризм. Ну, это что касается атакующих наук. Все у нее есть возмездие, это типа отражения. То есть все, что нарощено возмезтием, оно вернется противнику в случае атаки по вам. Что дает вера? Она дает каждые пять веры дают вам возможность получить одну случайную карту из четырех. Это 10 здоровья, брони, того самого возраста, то есть отражение урона или атаки. вот эти крылья которые купил они дают возможность вам выбирать они стоят кажется 5 рейтинга почему вам помогут пилизом это усиление ну почему это сколько вам вернется да установлю установить здоровье отнятие врагами и возмездие те специальные карты которые дают возможность это возмездие переобразовать в урон так в принципе все что атакует враг ему возвращается связи с этим по сместим это отражение фактически видите у нее стандартные карты брони с этим самым возмездие есть атака связаны на в импиризме есть атаки завязаны на возмездие есть атаки завязанного на фей то есть у нее две основные атакующие механики это в импиризме и вера которая дает карта действия примера так и есть еще такие карты они убирают у вас весь позитив все эффекты обозначены в зеленом здесь вот но повышает вампиризм это очень может быть полезно для возвращения здоровья но осторожно так как полезные зеленые статусы ваши бафы зачастую лучше чем этот вампиризм давайте сделаем комбинации в ходе комбинации критический удар появился мы один раз можем атаковать карты атаки на себя урон два раза больше давайте добивать его и соответствующих карты то есть видите основного на вере вера вера очень полезно сейчас мы разберемся верой так две карты развелись обязательно берите ну почти все карты с нулем то есть вы их можете употреблять не трачено супер полезной карты также бывают полезные карты которые преобразуют урон во что-то ну например в один данная это преобразуют в перегрев то есть там если супер какая-то по вам атака вы это что употребили у вас просто набежит карт с перегрева на три проникают проникающих урон которые вы не обязаны употреблять но правда они тут проблема если вы затягиваете бой у вас этих карт слишком много будет и соответственно у вас чаще будут выпадать они в колоде и вы себя уже в общем вы свяжетесь и руки вы мало полезно карты будете употреблять а что касается всех этих призов заданий ну например установить 30 процентов рвать максимально здоровье вы не обязаны это брать здесь сейчас можете вообще до конца игры до боссов сохранять давать поправить 5 ходов причем не обязательно именно этом сражении на любом другу просто у вас есть задание давать да а а а а и а а а и и а а а Вот, мы получаем, соответственно, когда у нас 5 веры, закажете 5 веры, выбор. Это если у вас эти крылышки. А так, в принципе, случайно одна из этих карт выпадает. Лучше, конечно, есть крылышки. Вы сами выбираете, что вы хотите делать. Например, урон. До свидания. Это возьмись не было. Вот, отличные штуки. Блин, даже не знаю, что взять. Все нравится. Ну, давай это. Стоимость... Ладно. У нас показательное сражение, поэтому нахрен мне эта стоимость не нужна. Собственно, вот эти все штуки нижние, 5 навыков нижних, они открываются за очки прохождения. То есть, вы проходите игру, накапливаете очки, и там специальная шкафа, она вам открывает эти штуковины. И в последующих прохождениях. То есть, это игра на реиграбельность. И, собственно, я у тебя про кубик, он сказал, отдельно запишу потом. И прохождение там очень круто. Там очень круто. Там три босса. Два рандомных. Ну, там выбор небольшой, их там 5 или 6, что ли. Два босса выпадают из них там, или чуть больше их. А последний, это один и тот же. Настоящий, в две фазы. Все как надо. Можно было бы сказать, что он секретный, потому что 4 рейтинга в количестве 20 штук. Вы должны несколько раз игру пройти. Или... Ну, по крайней мере, много разных попыток сделать, чтобы у вас эти рейтинги накопились. На разных уровнях сложности. Один раз игру точно надо пройти, чтобы побыстрее накопить. Вот это крайне полезно. Причем, я как понял, здесь некоторые навыки перетасовываются. То есть, они не постоянно у одного и того же персонажа. Какие-то есть присущие только этому, какие-то перетасовываются. Я так понял. И тут есть даже за рейтинг покупаемые вещи, которые дают вам поменять навыки, как я понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, благодаря крылышкам я снова выбираю. Так. Она уйдет в колоду, она будет у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, игра-то относительно новая. Она вышла в, по-моему, первом квартале 19-го. Но она была англоязычная, и в конце 19-го мы получили какое-то большое обновление. И сейчас вышла лицензия. То есть, переведена она уже на русский в 20-м году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем набор, который я выбрал, он меняется, то есть тасуется в разные дни, в разные наборы. И за разное количество очков непостижимой вселенной, то есть сложности. Какой-то может выпасть и неплохой, но на 4 его, то есть, а 4 сложности уже не хоры-мухоры. Там до 10, по-моему, увеличивается. Поэтому лучше, конечно, сначала играть до 3-х. Прохождение я вообще выложу, как бы, нулевая сложность, чтобы не выпендриваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, мы с тобой распрощаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь разные навыки. Точность, например, это когда вы тютюлька в тютюльку убиваете противника. У него 10 хп, вы десяточку ему наносите. Точность, за это бабосики. Специальный навык для этого есть. Соответственно, что такое парирование? Это когда у вас тютюлька в тютюльку, у вас 7 брони, у вас 7 нанес, вы парировали за это плюшка. Денюшка, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Ой. Ой-ой-ой-ой. Слушайте, СИО может быть полезно тоже. Ну, тут еще зависит от расклада в магазине, какие карты. Бывают очень полезные. Убер-полезные. Например, легендарный снайпер для 1 ТНА, это чуть ли не лучшая карта. Потому что она может вытягивать очень крутые атакующие карты выстрелом. С радиацией, потому что у нее немножко другие отношения, а на низких уровнях сложности, на первом или первом увеличении непостижимой вселенной, там радиация может рулить. Но чем выше уровень сложности, тем больше зависит от карты выстрела, от ваших комбинаций. То есть от... Но у нее очень много карт нулевых в 1 ТНА, у этого это меньше. У этого им очень мало. Можно купить. Ну, с силой все просто, она увеличивает вашу урон. Иммунитет, это количество дебафов, которые на вас могут навесить. Так, давай-ка. Надо добивать. Что такое? Ага. ладно ладно Но этот крит сохраняется, то есть любая карта, потом атакующая, должна быть употреблена, и она становится в два раза больше урона, ну кудай-ка себе. Учитывая, что это у нас карточный ТБС с глубокими элементами РПГ, ну как мне кажется, все-таки к РПГ эту игру можно отнести, хотя это чисто тактическая игра во многих смыслах. Но учитывая, что у вас есть навыки, что есть опыт за прохождение, который наращивает у вас айти рейтинга, ну вроде как элементов РПГ достаточно. Хотя выглядит игра, конечно, вот так вот, поверхностно, как чисто ТБС карточный. Причем она не партийная, то есть я когда увидел три женщины, кстати, вот, пожалуйста, феминизм, амансипация, все, шло, три персонажа. Ну я ничего против не имею, конечно, но три женских персонажей. Китайцы вроде игру делали. Что-то они прям, ух. Да, не дает, ну ладно. Да, 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 шоу. Я частенько тыркаю, не обращаю внимания на меня. Да, 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 да. Причем у каждой из них три шмотки, я только у двух две открыл. За третьего персонажа, наверное, неинтереснее всего играть, и мы потом отдельно его тоже обозревать будем. Но она неинтереснее всего, потому что у нее своих атакующих-то навыков нету в большом количестве. И из-за ее способностей стражи и лидерства, то есть вызов стражи и увеличивание всяких им плюшек, ну то есть его можно немножко прокачать, то и, кажется, соответствующий надо покупать, если у вас есть. То есть наиболее атакующий это адентная, наиболее направленный на, ну как бы защитные характеристики, там, возмездие, там, броня, там, это вот все-таки больше паладин. Ну, у нее щиток, в конце концов, да, но она может атаковать, если играть от веры, у нее можно постоянно с этими кружками вытаскивать атаку. Кружки обязательно покупайте, пять рейтингов, там, это всего лишь несколько этапов пройти. Два режима в каждом, ну, в общем, ничего сложного. Боссы дают рейтинг. Пять этапов в режиме охотника, то есть за каждого персонажа прошли до пятого, получили рейтинги везде. Пару боссов здесь убили, даже, может, до последнего доходя, на самый простой. И уже у вас есть на эти крылышки, если вы хотите за Клэр играть. Так, видите, сила увеличивает немножко, но... Достанем. Ну, вот я говорю, много будет зависеть еще от того, какие вам карты выпадают в магазине, сколько денежек вы заработаете. Еще влияет, конечно, задание, то есть, ну, не все так просто. Я бы сказал, совсем все непросто. Да, слишком много вот этих тоже карт на вемпиризм набирать тоже не стоит, которые убирают ваши бафы. Так, получаешь энергию, но убираешь веру вемпиризм. Ну, в принципе, полезно, но очень специфично. Ну, это же обзор, поэтому давайте просто убьем босса. Механики вроде бы понятны все. Вот, кстати, интересная карта. Она урон практически не наносит, но она дает две силы. Тоже неплохо. Вот это неплохо. Ну, это только работает, если у вас особо дорогие карты, например. Там, два, три, четыре даже. Тоже пять есть. Ну, пять это крайняя редкость. Четыре бывает. Два, три, четыре, да. Ну, вы употребили какую-то карту, которая снижает, ну, либо постоянство, которое снижает их стоимость, либо вот это мгновенное, которое все, что у вас в руке, она обновляет. Есть соответствующие предметы. Они вытягивают вам карты в колоду. Разнообразные. Они наносит урон всем или одному противнику. Уменьшает его атаку, порча, хренорча. То есть все, что угодно. Вам дают щиты, хп восстанавливают. Ну, вот, видите, стоимость карт текущей раздачи равна ноль на один раз. То есть у вас есть карты, там, один, два, три, четыре, там, грубо говоря, стоимость. Они все обнуляются, они все ноль стоят. Ну, это особого значения не имеет, конечно. Но, вот, например, полезное. Вообще, если вы чувствуете, что можете проходить телевизорные сражения, то там, как правило, награды классные. Обязательно проходите. Но не обязательно можно, ну, как бы, не обязательно это все время делать. Посматривайте на вашу хпшку и проходите простые на восстановление хп, чтобы можно было восстанавливать 30% между боями. Их не обязательно тратить, они у вас здесь висеть будут, тут такие штуки. Потом есть способность. По-моему, она то ли все время, то ли тасуется. Давайте посмотрим, она есть вообще. На 30% когда вы входите к боссу. ну, вот она вроде тасуется, она не всегда выпадает. По крайней мере, я замечал, что какие-то появляются, какие-то остаются. способность навык на то, что вы 3 тратите и до 7 получите. что за Наю, что за паладин и кару, то есть, то нету. Здесь нету. Сейчас играл за Наю, тоже не было. То есть, они тасуются. Слушай, я что-то не понимаю. Это связано с турной сложностью? Да нет. Нет, нет, нет. Это именно тасуется. Так, надо побыстрее зверей убивать. У некоторых врагов или боссов их миньоны, они заменяются. Ну, в данном случае она их воскрешать не может. Ой. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, базу. Королева опять. Королевская рука. Порчу. Ой-ой-ой. Куш. Давай, Нарк. О, хорошая пассивка. Она вот от этой штуки какой-то. Молитва. Молитва. Как вы видели, была карта на урон, который выпадает молитва. Это тоже у нее паладин. Ну, очень полезно. Вот, то есть, она от брони может играть на возмездии. Развивать и покупать карты возмездия тоже, в принципе, полезно. у нее возмездие, у нее вера, которая дает ей возможность вытащить карту, восстановить здоровье, возмездие брони с крышками. Так-то они будут случайно падать. Ну, на, ты бил, удаляй. Нет. Ладно, ладно, ладно. Давайте попробуем. Видите, все обнулилось. А-а-а! Теляю здоровье! Ну, печалька. До свидания, Барбосик. Видите, и способность точно такая. Вот, я нарастил вампиризм и, соответственно, за расчет количество вампиризм умножается на 2 урона. То есть, если у вас вампиризм 10, то это будет 20 урона. О, выпала штуковина. Да, и проникающий урон, это... В общем, у нас на броню вашу. Как гащий урон, отнимает сразу гп. Так, кстати, если бы у нее была броня, соответственно, тоже очень хорошая карта. Если вы такую видите, можно купить. Да, печалька не хватает. Ну да, это мерзость, еще броню у нас разрушает. Поехали. Поехали. Да. Поехали. Те, поиск. Боже, айн. Га. Сахал. Га. Б Reggie. Да-да-да, я все время тыркаю, тыркаю. Собственно, во время боя можно покупать предметы. Ну, я так понимаю, не только предметы, карты, но... Ну, допустим, броню убрали. А-а-а, порча, фу-фу-фу, мерзкая-мерзкая, два раза урон снижает. Тваль, наращивать проклятие. А-а-а-а, порча, пошел... за нее бои боль стежные но у вас есть возможность вспомнить хп в отличие от на агента на и у призывателя холина кажется так третий персонаж у нее возможность только за счет грифона но это то что точно можно делать себе за броню защиту но это тоже бабушка над высказала потому что если у вас нет нормальная таки то вы так и будете сидеть под защитой если враг достаточно силен у вас будет просто из носить ну если недостаточно силен то бой затянется до бесконечности с атакой потому что у нее также худо почти как у паладина к варну клади паладин к врачу какие то есть возможности за счет вера отыграть вас мистер Ну что ж, вот такой вот персонаж. Который больше отыгрывает от таких пассивно-защитных характеристик. То есть у нее есть Восьминский, который возвращает урон. И есть Вера, которая может давать атаку. Впрочем, как вы, ту же защиту, ХП и прочее. В случайном порядке. Если у вас крылышки, соответственно, это эксклюзивно только ее предмет. Соответственно, с помощью этого предмета вы можете уже выбирать. Ну, в целом все. Ну, вампиризм у нее еще есть. Но это возвращение ХП. То есть она может себя лечить. Может возвращать себе ХП. Может возвращать урон. То есть может сидеть в обороне. В отличие от Один Танайо, который в бои, в общем-то, сильно не затянутся. ХПшку она восстанавливать-то особо не может. Редкие карты попадаются в основном покупные предметы. Но у нее есть другая проблема. Бои, если будут затягиваться с сильными врагами, это вам не поможет. То есть лучше играть, конечно, не от Энбилизма, а от Веры. От Энбилизма это сложно. Проще играть от Веры. Ну что ж, на этом я закончил. Всем спасибо. Пока.